вы видите друзья эту необъятную почти степь мы находимся в городе фримонт тут неподалеку кстати завод компании тесла сборочной и мы заходим так немножко с тылу вы видите тут такие как бы громадные помещения они обратной стороной которые от нас с той стороны смотрят на хайвей мы это вдоль хайвея 880 то происходит и мы с вами за заходим в магазин где как бы все для дома мебельный такой вот он называется living space это сеть сетевой магазин вот этот еще относительно недавно открылся но вот мы пойдем посмотрим вы видите друзья что магазин большой тут много линий вот и мы так будем ходить линия за линии это мебельный магазинчик цветах а ты можешь сказать что ты смотришь это вызывает свой интерес так очень грубо сделано но якобы с прикидом что она старая на самом деле ты все совершенно но пока очень грубо сделано просто очень это стиль такой ну да да ты знаешь может быть это металл то листовой металл до лет медалл конечно стиль листового металла он даже я не знаю кому может показаться привлекательным но наверное люди раз так и кто-то и кто-то много если у тебя дома я такого не видел никогда через это видно шанс слишком а это знаешь меч все напоминает старые бабушкины эти самые серванты ну даже не знаю вот как может из античное что-то из древней греции подвезли такое что-то очень и очень древние то есть все современное конечно и кстати не такое дешевое обрати внимание вот этот даже не поймешь но он ручной вот это все руками вырезано уже 900 долларов этого на селе понимаешь ё-моё это такой на даче у нас средние полосы а вот еще обрати внимание на это защелку . это как это стилизация наверное был такой стиль я не знаю как модно и первый раз вижу он так это да ты знаешь что мне кажется когда мы были в мишеконе помнишь и зашли в магазин к жене сергея мебельного там что-то такое похожее было такое я никогда не думал что в наших краях такое могут продавать ну хорошо вот так друзья в америке люди живут смотрите вы такого больше не увидеть ни у кого русские блогеры так не меблируются мне кажется да такой комод как бы да со стеклами стекляшки чтобы не пылилась наверно да призное как с пиратского корабля какой-то да ты зачем может быть нам пройти это место и посмотреть что-нибудь еще так а это для вина в калифорнии не знаю как других местах но в калифорнии очень люди любят чтобы на кухонь там вот бутылочки стояли надо как-то место организованное иметь для вина даже сам размерчик вот стойки да пока что не для квартиры конечно для просторного да конечно большие да продавщица объясняет тут что вот эти предметы они все как бы уникальные то есть двух одинаковых прямо так чтобы совсем одинаковых нет как холодильник там какой замок у него какой замок и и мое нормально так вроде все да уникальная вещь света за это такие большие деньги то есть вот лишь думаешь что это должны подешевле отдать правда а нет он нет металл звук такой дальше сдает это самое дорогое мебель современ такого звука не может издавать а это вот ты чувствуешь себя как у маяковского бессома грубо зримо а где взять столько старого ну чё мы по моему прошли старину и там что-то впереди у нас более традиционная это это таки да американский такой стиль сельской как тебе света тележка как тебе тележка не тележками нет не опустишь стул как-то шикарно хорошие ты знаешь что да вот он при этом вот с дефектом смотри не совершенство как бы наоборот это натуральная друзья стол стол стоит 4 тысячи восемьсот восемь долларов 3 медведя и говорится экономишь четыреста шестьдесят ноги 3 медведя и к нему лавка лавка да на этой лавке и поспать можно если что да кто сидел на моем стуле и сдвинул у него с места правда так ну тоже такой это модерн тоже он с лавкой это твоя лавка 50 долларов такой толщины он внутри пустой это он снаружи такой толстый а внутри там просто дождь и что тысяча девяносто пять долларов вот такой штук мне кажется многие наши зрители сюда увидев ценник скажут за такие деньги я брошу основную работу и начну заниматься производства мебели это неприятно наши такой грубый очень как грубой шершавый шершавый кому-то рубанка не было если бы был рубанок или они захотели бы им воспользоваться как меню это был бы более симпатичный стол железные спылик это не все очень индустрии, индустрии это для маленького мешок и табуретки железные такие уже без без спинки у нас дом друзья сегодня там где не топилось было 60 градусов фаренгейта это что по-простому ну знаете что у кого калькулятор есть там или чё посмотрите в общем холодно было так этот такой более деликатный вроде да более деликатный 485 ну да приятно стул 80 ну-ка давай стул вытаскивай ну вот на самом деле нормальная цена да вот сядь удобный стул так вполне мягенько так хорошо да? хорошо? да и столик ничего, ну это типа кофейного такого вряд ли обеденного, маленький маленький такое ощущение что это и не дерево это какое-то дерево это заменитель смотри сколько там стульев разных в частности барные стулья это отдельная история потому что было время так сложно было купить барный стул а сейчас барный стул нет барный стул каунтер хайт стул повыше такой барный стул под стол 42 да а вот эти вот которые пониже вот эти да пониже они идут по 136 чего? 136 это что? не 136 а 136 ничей стол это 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 современно но оно ну вообще похоже на дерево похоже на дерево настоящее буфет 895 баксов это интересно как ящички ходят это дверка ну-ка опа на видишь да дверка не бьет дверка аккуратно доходит так ну-ка давайте попробуем закрыть ящик дотягивает его отлично отлично это современная вещь хорошо так что у меня за спиной так какие-то стеклянные так а вот еще такое же да такого плана да-да-да это вот этот это стол в стиле вот этого буфета 700 баксов 695 то ну-ка но мне нравится это посадение 3-7 это дешево так вообще но ты знаешь что он он сплошной но у него нет снизу снизу нет пустой но это его толщина но это имею ввиду что там ну стулья не вопрос эти дермантинами много много этих самок столов всяких это наверное у него крылышки они опускаются вот это какая-то странная вещь честно между просто кусок стекла на раме да и тоже 500 баксов это же кусок стекла на раме друзья мы не ищем мебель и сказать по правде даже если бы я не снимал видео мы все равно хотели бы прийти посмотреть светлана у нас как человек интересующийся в принципе разные вещи она любит надо сходить посмотреть на свете бывает вот этот вот этот очень милый да вот этот очень симпатичный 1000 баксов стоит но деревенский но стильный такой да тоже вот как с медведями с тремя но получше качество а вот смотри какой-то немножко ампирный это три медведя немножко разбогатели то а это 1800 бакс ножки уже выпендриваются выпендриваются и тут тоже стекло с сеточкой да давайте вот как стекло с сеточкой и тоже 1000 баксов такое ощущение что 1000 баксов уже стало как десятка уже как бы меньше даже и неприлично так света говорит вот пошли столы высоты побольше высоты и нужно стульчики повыше это стульчики 24 вот эти вот это точно такой же стол как только повыше но давай да если стол повыше надо и стульчик повыше ну-ка хорошо но ноги уже не висят не достают до пола они уже как немножко висят на суши а тут вообще что-то смешные цены какие-то а почему же он такой дешевый а нет это стол это стол 1 а это состав стол 995 со стульями понял со стульями он тысячу а так вот каунтер высоты ты от на стол стол сам по себе подешевле и вот это тоже повыше стола но это такой размер это на слепость и тут много слушай он тот красавец только полированный нет нет лакированный лакированный но он видите он раздвижной здорово вот то что вы видите здесь сбок вот это говорит о его раздвижном характере и стулье его в такие под стать по 80 долларов тоже такие медвежьи из медвежьего угла а это уже низенький ну в смысле обычный до 1300 баксов 6 стульев до когда вы видели цены это это цены были со стульями сам по себе стол дешевле стоит тоже из таких брусочков как бы даже не сильно рублены в тесанах так специально такая грубая форма и буфет такой же там это у них шоу-рум а еще у них гигантского размера склад этот магазин вот видите хайбэй там идет вот не знаю видно вам нет давайте я наведу вот там идет хайбэй номер 880 да большущий-большущий склад да очень много такого простенького простенькую посмотрите за 300 баксов за 300 баксов вам и стол и к нему 4 4 стула ну так оно как бы недорогое здесь тоже самое немножко другой стол немножко другие стулья но вот цена 300 долларов как бы немного по американским понятиям совсем немного небольшой письменный столик смотрите обычно письменные столики они не деревом делают а какой такой пленочка обтянутка вот видно ведь об ободранный весь такой явно не вполне дерево там если недорогое это уже другое дело этот поприличнее стол сам по себе 480 а если к нему еще вот сверху этот хач поставить еще будет 200 чё тут у нас так ничего а тут чего ящичек такой я сказал грубоват просто до безобразия и мы заходим в раздел спален так проходим мимо без комментариев мне знакомый помахал а где у меня почему ты решила что мне помахал да ну может он еще кому помахал света привыкла что мне кто-нибудь машет знакомый какой-нибудь нас много знакомых это кровати как не привлекает совсем не да кровать какие-то тускленькие ну с другой стороны если они тут стоят наверное все-таки как-то покупают огромный кровать огромный большие семьи свят наверное да вообще да какая-то динамика появилась в нашем движении мы как-то все-таки ходим там даже была русская речь вот молодые ребята ходили смотрели покосились мою сторону явно друзья это не были зрители нашего канала явно так из раздела спален мы не спали на депутат бедрум за там было написано мы переходим в раздел матрасов мы видели и больше матрасов в нашей жизни в специализированных магазинах бескрайний бескрайний вам просто чтоб общая идея была стоимости матрасов вот я вам показывал такой хороший да как хочется сказать да удобный такое слово есть хорошая о том что удобный ортопедический ортопедический матрас вот там там их еще много но мы как-то к матрасам более чем равнодушны идем дальше так возвращаемся возвращаемся в основной зала все тоже нет матраса вдоль стеночки тоже какое-то количество так а здесь как бы тропа такая да смотри вот она между тропой так ну что это реклайнеры света давай-ка ты реклайнишься как-нибудь нет ну давай сядь и реклайнись нет не хочешь это для просмотра телевизора удобно ведь тут для напитков и там стакан с попкорном поставить не вижу такой наш супер модерновой не будет все таки вот эти были у него цвета вот цвет нравится фактура такая хорошая тряпка которая ткань это обычная цель а выглядит она там да то есть какой громадный уголок здравствуйте здравствуйте привет постоянно смотрю вашу комнату да так скажите что до класса ребятам скажите что не хочу сказать встреча была случайно точно не запланированная коменты на одноклассниках смотрю не на фейсбуке на одноклассник как получается торты портного последний что смотрел про инфляционные ожидания до как вы ехали машине рассказывали помните на одноклассниках да зовут меня николай живу сан-франциско ну а что же вы так далеко приехали да вот опять же вопрос ренты в сан-франциско такой мебели появился процесс как ты реально потому что цена за рент перекроет любой рентабельно на мебельном бизнес это правда именно поэтому об этом я 6 лет прожил во флории там не было проблемы такой там как раз вот такие большие комплексы последние пару лет сан-франциско приучили меня к маленьким магазинам маленьким бутикам и отсутствию мебель хорошей то есть вы живете там а приехали сюда за посмотреть мебель да конечно понятно там был большой русский магазин у него было два отделения обиток сазывался наверное я пару лет живу сан-франциско не знаю вот и у него вот 1 1 локейшин они закрыли и переместились в оставшиеся где-то там до более современными наше понимание если ты говоришь это говори ближе к камере так вот это же люди смотрят теперь я знаю как вы снимаете на репортаже но да не вижу я такой прямо дарного не было интересно и хотелось на ней посидеть то что интернете есть интересные вещи но так заочно непонятно вы посмотрели на веб-сайт сначала знаете нет получилось так что мы сейчас оборудуем новый офис и профессиональный дизайнер который оборудует сказал мне об этом месте приехали уже честно скажу тоже искали какой-то модерновый хороший хороший вот подобный плаза встретил в сакраменто не помню название но там европейская мебель немножко уровень выше но честно скажу меня больше интересует насколько это удобно у нас был хороший угловой диван отдали детям поставили два отдельных не для бизнеса смотрит наш дизайнер а я приехал для себя супруга приехали вот это супруге привет передавайте вам тоже на у нас руби за совсем не бизнес силиконовой долины мы совсем не сделали я как приехал в америку все время занимаясь одним бизнесом апартамент бизнесом сначала 4 квартиры потом 6 8 40 100 то есть вы менеджмент делаете или нет мы делаем часть своих денег честь мы привлекаем деньги инвесторов кому-то интересно российский стартап из москвы есть не есть несколько таких нет смотрите мы покупаем кстати калифорнии совсем нам не нравится плане покупок у нас это основные сейчас инвестиции в неваде в калифорнии в сан-франциско только купили офисное здание и с таким возвратом что если бы тот сказал я никогда не купил там три с половиной процента но мы дело то что мы хотим просто перестроить так хороший возврат на апартамент бизнесе и при правильной постановке бизнеса у меня я например я лично не платил 6 лет налоги на прибыль когда жил во флориде и сделал то же самое здесь более в калифорнии точно хорошо амортизация которую получаете позволяет это делать легально вот поэтому мне бизнес очень нравится и карточку карточку дам так мало вам инвесторов там с нашего канала подогнать там я я с вами встречался конечно подзабыли но я я приезжала школы мне очень нравится что сейчас сейчас я вам дам карточку но а может и не дам потому что я не беру свой портмонет взял телефон это мне всего лишь кредитка дебетовый иди я пришли вам все информации все тогда а мы прямо я сам не знаю почему не канал на 1 классе такое ощущение что я там один подписчик но я не знаю почему у меня моя фамилия удивительный уровень западает с названием моей компании у меня тоже пока я знаю что вы из москвы поэтому гулять так что вы где-то в москве проживает проживал на метро красногвардейская ходе ничего такого метро даже не знаем зелененькая такая вид нет это было было красногвардейская конечно было ну вот в общем-то киевлянка на ней она просто знает обязательно сейчас напишу так друзья в общем так вот свершается знакомство в необычном месте хорошо спасибо вам большое за эту встречу я напишу сейчас действительно компания называется Шургин Аквозишн я какая-то ручка есть у кого-нибудь у меня не ручки знаете вон сотрудники стоят мы у них сейчас все возьмем вон они смотри у компьютера это вообще случайно мне тут карточки оказались видите какие-то две запасные пущи вот пойдем вот такой народ прям рядышком стоят мне на самом деле что не нравится вы на разные темы на канале поднимаете я бы сказал знаете как я никогда не могу предугадать следующую я сам не могу так говорить сегодня утром Света говорит мы вчера ехали по этому хайвэю к друзьям и она говорит там какой-то магазин говорит она пошли посмотрели на интернете надо сходить я бы ты знаешь что когда мы ехали на слез товарищ он упомянул что есть так такой милпитес буфет который типа лучше чем наши вот этот татамик которые выходим там симпульс буфет я бы может входим сюда очень дешевый и сомнения у меня возникли по поводу еды но не знаю может слишком дешевый может там что но снять то надо но людям это интересно конечно поэтому планирует приехать мы так много снимаем видео там сотню в месяц что предугадать что будет сегодня даже сегодня надо вы хочешь лимончик проспел раз лимончик женщина женщина рассказала историю вот у нас вчера мы там были нападут на встрече и женщина рассказывает как она она висит ну посмотрите вообще модель канала кстати вот я игорь случайно в докладниках а если на фейсбуке тоже есть канал конечно нет нет канал на ю тубе но но ссылки туда идут у нас есть женщина в украинском городе там небольшом она живет и она такой наш менеджер всяких таких интернетских дел и она идет я аккуратнее каждое видео там и в одноклассники и на фейсбуке и в твиттере и там может быть еще какие то есть места и действительно если которые смотрят только на фейсбуке они они не заходят на канал а смотрят оттуда друзья такой дизайн видите он по идее должен опускаться светочка ты должна его на меня повезти он ляжет ну вот хотели вам показать да 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 тащи 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 вот он все вот он лег пить как вода много вот он стал да как-то может нехорошо я надеюсь друзья мы нашего случайно встреченного соотечественника еще покажем на нашем канале мы обменялись координатами супруга его подошла валентина зовут а это вот всякие предметы ну типа для украшения ну так и да для украшения тут был один такой как бы медный фотоаппарат очень красивый но он там стоял я бы взял честно сказать сейчас мы посмотрим слой свет я бы тот фотоаппарат бы взял вот который стоял металлический вот так друзья с женами то по магазинам ходить до это наверное елочные игрушки такое ощущение так боже а что тут написано что написано то хо-хо друзья написано хо-хо так да хо-хо шарики почем шарик такой 21 доллар то это неплохо очень многие люди используют дома такие дела и в этом есть свой прикол ближнем все дальше а вот у нас смотрите как типа подсвечник какой какой смотрите уголок то сборная конструкция это же где где надо жить чтобы вот так вот но я не знаю ну сколько места надо у нас хватит потом надо вести образ жизни такой чтобы гость приходили как-то вот тусовка была но у нас дети часто приходит норма норма упора да приятно было встретить да спасибо спасибо ну когда место есть конечно что там вот это какая-то романтическая вещь даже не знаю что и сказать до 34 доллара большая маленькая надо меньше тут еще много русской речи кроме нас вот и ребят где-то я светлану уже успел немножко потерять но я не беспокоюсь я высокий и она обычно меня находит вот в крайнем случае у нас есть телефоны сотовый вот тут еще живопись всякая тоже продается в таких местах для декораций не декораций но для украшения да вот такие такое цветное с черно беленьким это как тебе арт не было ничего что хотелось бы допустим дома у себя иметь еще такого не было кроме фотоаппарата кроме фотоаппарата давай возьмем фотоаппарат все и сейчас друзья я вам покажу фотоаппарат который мне хочется взять и вот стена стена с искупость из офис это я только в офис чтобы он меня радовал и больше никого так вот чисто блогерская вещь вот не то что я сейчас показываю а вот этот аппарат мечта блогер вот друзья вы видите этот фотоаппарат он керамический покажи не донышко с донышком донышко он с донышком таким явно такой да но это не не горшок то с него сверху ничего не ставишь чисто чисто блогерская вещь я взял стаканчик кофе здесь так бесплатно да для тех кто по магазину бродит и мы идем в раздел который называется клиренс можно сказать такой серьезный сел по дешевке ой и здесь холодно слушайте в отличие от магазина где тепло здесь таки реально холодно так у меня такой ощущение что здесь то есть такая же продукция стоит чего и отдают дешевле я не понял картинки те же самые можно сказать что они конечно там долго не уходит ну так друзья если вы придете в это место хотя лично мне ничего здесь покупать не хотелось ну бывает там собственно нам что нам нам собственно и не нужно ничего вот если когда-нибудь зайдете не забудьте вот туда где клиренс заглянуть так я к сожалению без очков не вижу какая цена была и какая стала ага вот например вот это было 300 сейчас она 315 а 165 экономии неплохая экономия так там еще сзади масса места неоприходовано по моему там типа склада такого мы здесь чтобы дать вам представление просто магазине магазин громадный мы бы и не знали что он есть на если бы свете если бы света не увидела его с хайвея когда мы вчера ехали встречать старый новый год надо сказать что в этой холодрыге неплохая система в этой холодрыге горячий кофе очень к месту 225 долларов экономия 70 понимаю так он вроде не царапанный ничего все на месте так пахнет пахнет мебелью деревом вот ничего себе вот клиренс друзья 695 тумбочка тумбочка 695 100 долларов экономия да красавец красавчик так давай посмотрим но нет не дефектные да там ничего такого с ним вроде нет так 90 долларов экономия вот это пожалуйста обитое железом кованый сундук кованый цвета было такой вот такой термин кованый сундук комод слушай для спальни нормально брат там бельишка там постельная или там чё люди хранят в комодах я даже не знаю у нас дома свет нет ни одного комода и ребята нас смотрят вот чтоб они знали нет ни одного комода светик что вот это было бы вот так функционально телевизор ставится телевизор только если плоский то в какой да там ну почему VCR DVD там все это в наше время VCR DVD то это что в наше время я тебе говорю исторически полки полки ну хорошо да полки VCR DVD знаете слова какие VCR DVD а вот потолки какие вот они американские то магазины спереди в одеяло а спина у нее да ты что пошли посмотрим на девушку да это из Индии девушка у нее спинка голенькая конечно ну хорошо хоть накинула что-то уже хоть спереди прикрыто правда спереди прикрыть да ну что свет я думаю мы закончили нашу экскурсию интересно считай что мы тебе купили фотоаппарат керамический покрашенный под медь так ну что друзья мы с вами прощаемся и Светлана нажимает кнопку которая остановит нашу запись и ну ну то все Продолжение следует...